МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакасси. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Галина Николаевна Лыкова. В гостелерадиокомпании она с 1980 года работала ассистентом режиссера, режиссером, 16 лет в рекламном отделе. В общей сложности родной компании она посвятила 34 года жизни. Галина Николаевна, здравствуйте! Здравствуй, дорогая! Галина Николаевна, прежде всего, спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Назвать ветерана вас, конечно, язык не поворачивается, не только потому, что вы прекрасно выглядите, вы продолжаете работать до сих пор. Но мы знаем, что когда-то на гостелерадиокомпанию вы пришли устраиваться диктором ни много ни мало и прошли кастинг успешно и дошли до самого финала. Что тогда не срослось? Там была очень интересная история. Просто чисто случайно я узнала, что проходит конкурс диктора. Я пришла на конкурс диктора. Это было очень давно. И прошла все перипетии вот именно вот этого отбора. Отбор был жесткий по тем временам. И мы вышли напрямую с Галиной Викторовной Фертих. Именно такой вы пришли в студию? Именно такой, да. Именно такой. И когда меня посадили в студию, не предупредив вообще ни о чем, просто сказали, что вот зажгется огонек, будете туда смотреть. Но хочу здесь сразу сказать о Тамаре Исайне Бронер, которая была по тем временам не главным режиссером, была режиссером, но она была председателем комиссии. И она мне дала, видя, может быть, мою внешность или фактуру, то, как ни странно, может быть, среагировала по тем временам. Она вообще, женщина очень тонкая была, вот, на мой голос. И она мне дала читать передовицу правды. Я помню хорошо эту передовицу правды. Что-то там куда-то путь вперед шел. Я так села, у меня так, как бы, сталь такая была. Я отторобанила эту передовицу, причем без всякой подготовки, значит, так все, такая, сижу такая гордая, такая, при исполнении. Вот. Ну и потом, когда случилось заседание худсовета, меня, как бы, не взяли. Не прошла. Но на худсовете, вот я хорошо помню, значит, Тамара Исаевна встала и сказала, вы знаете, товарищи, будь у нас программа «Время» в Хакасии, мы, вне всякого сомнения, посадили Балыкову на эфир. Это просто готовый диктор для программы «Время». Она, значит, сказала такую фразу. Думаю, что этот человек пришел к нам надолго. Давайте мы ее возьмем. Сидит Маслов, председатель нашего комитета, и так, очки так поднимает и говорит, кем? А я так сразу уже тут взбодрилась и говорю, да хоть кем? Он говорит, а вы рисовать умеете? Я говорю, умею. И меня посадили в первые дни. Я шрифты писала, эти вот субтитры. Бронер за мной понаблюдала, видимо, хорошо понаблюдала. И она меня сразу станет ассистентом режиссера в программу «Экран». Я прихожу туда, режиссер там Вера Мазнецова. И сидят корифеи. Юрий Пустовойт, Альфия Офисенко, Сережа Худояров, Сережа Недбаев, Толстихин Женя, Галамаздина Марина. Это просто элита телевидения по тем временам. Это мозги. Это настолько интеллигентно умные люди были, и я попала в море. Выплывешь, не выплывешь, да. Выходили же все время в живую, записи не было. У нас были трактовые репетиции, которые по секундам. Если ты не пришел, тебе хэ-хэ ставят. Холостой ход. Хочешь ты верти эту пленку где-нибудь в монтажной, смотри перед эфиром, когда тебя на прямой эфир, допустим, там садят в экран. Где ты хочешь, там и смотри. Вашему авторству принадлежит легендарная фраза. Всем спасибо. Вечером идем в эфир. Живьем. Расскажите, когда она появилась, потому что ее помнят до сих пор, и молодежь, уже новое поколение телевизионщиков. Эта фраза вообще вошла в историю. У нас, значит, случилось так, что я работала в экране, потом это стали новости, мы читали на два голоса. Владимир Шушиначев, Галина Фертих. Вот. И потом, значит, нас всех определили в большую дружную компанию под названием «Пульс». В начале, перед «Пульсом» была программа «Пять вечеров», тоже выходили все время вживую. Вот если чуть-чуть остановлюсь на пяти вечерах, хочу сказать, что здесь моим непосредственным редактором и другом, учителем, вождем был Владимир Кубышев. Вот там я действительно прошла школу. Такую школу, то есть это съемки, монтаж, герои, там все, там надо было набрать на эти пять вечеров, то есть мы пять вещали вечеров от понедельника до пятницы. А Володя был очень такой мобильный, подвижный, и плюс мы снимали всегда с Марьясовым, с оператором. На меня Кубыш все говорили, молчи, шпана пузатая, и слушай нас, Корифеев. А Володя Марьясов все время говорил, да что ж ты ее так пугаешь? Подожди, она тебе еще это, подрастет, она тебе покажет. Все редакторы, все режиссеры, все ассистенты, все, все мы работали на его величество эфир. И вот здесь случалась такая история. Конечно, уже здесь появилась видеозапись, на больших магнитофонах мы писали. Но бывали такие случаи, что то пленка задержится, то где-то выступающий где-то заволновался, остановился, никак мы с мертвой точки не можем сдвинуться. Запись не идет, что-то там вылетает как-то так. И тут вы выдаете. И тут раз, кончается время записи, все, ну там определенное количество было записей, по минутам же все было. Кончается время записи. Нажимаю кнопку и говорю, спасибо всем, товарищи, вечером идем живьем. И все. С этого момента эта сакраментальная фраза, все время со мной. Вы, как я уже говорила, 16 лет уже отдали рекламному бизнесу, так скажем, да, то есть рекламному отделу о том, как вы умеете работать с людьми, и что вы и мертвого уговорите, знают все. Вам эта работа именно вот в этой сфере легко дается? За 34 года в моей службе, как или сказать его величеству телевидению, жизни на телевидении, много перипетий, когда приходилось переходить из одной стадии в другую, когда объединили редакции, когда убрали, когда вот это все было, 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 было. Надо было уметь приспосабливаться. Конечно, надо было именно идти в ногу со временем. Причем мы взрослели, мы творчески росли, мы друг у друга учились. Это вне всякого сомнения. Где-то что-то кто-то там скажет, подхватит. Я хочу сказать, что я еще большую школу прошла с Ириной Кононовой Кидиековой. Я пошла к ней вообще ничего не имея за плечами в художественную редакцию по тем временам. То есть это сама по себе Ирина Кононовна, она очень интеллигентная, очень воспитанная женщина. Она никогда на меня не кричала, ничего. Мы с ней так в творческом тандеме сошлись, мы работали с ней очень долго. Я вот там очень хорошую школу прошла. Ну и перед рекламным отделом еще скажу, что у меня была огромная работа с Людмилой Васильевной Растащеновой. Программу «Путь к себе» мы начинали непосредственно. Я приняла очень активное участие в этом, поэтому с Людмилой Васильевной тоже было очень интересно работать. Судьба меня вынесла очередной раз на новый гребень волны, и эта волна оказалась под названием рекламный отдел. И вот мы туда пришли с Людмилой Швецовой. То есть тоже ничего не знала. То ли я там режиссер, то ли я там редактор, то ли я там... Кто я там не знаю? И опять выплыли? Выплыла, выплыла. И вот уже 16 лет плыву, Анечка, плыву. Найти подход, уговорить людей отдать свои... Это, наверное, все-таки черта моего характера, я так думаю, потому что очень тонкая работа в рекламном отделе. Хотим вам пожелать сохранить вот эту неуемную энергию, по-прежнему нас радовать, возможностью общаться с вами. Большое спасибо. Спасибо вам. Сегодня с Галиной Николаевной Лыковой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности. Легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия 1. Увидимся.